Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работу художников, скульпторов, знакомиться с их описанием. Бенвенута Челлини, салонка короля Франциска I, 1540-1543 годы, золото-эмаль, 31 на 33. Выполненная для французского короля Франциска I изящная золотая салонка, украшенная скульптурой, это единственная сохранившаяся эвелирная работа знаменитого скульптора Бенвенута Челлини, созданная во время его пребывания в Париже. А ведь в XVI веке, по словам Джорджа Вазари, итальянский мастер был известен именно как величайший ювелир своего времени, превосходящий даже древний. Украшающая вещицу миниатюрная группа, прекрасный образец мелкой пластики эпохи маниилизма, была задумана как аллегория союза Земли, Церцеры и моря Нептура, благодаря которым рождается соль. Об этом скульптор сообщает в своей знаменитой автобиографии, упоминая и то, что в начале драгоценная салонка заказал не монарх, а кардинал Ипполита ДСТ. С течением времени замысел усложнился. Вокруг выемки для соли, кроме двух аллегорических фигур, появилось и изображение их стихии. Волнующее синее море с плавающими в нем рыбами и населенная животными холмистая земля. На небольшой прямоугольной перечнице, которой была предана форма римской триумфальной арки, автор расположил фигурку, растворяющую день и лето. Три другие персонификации сезонов и времени суток, утро-весна, вечер-осень, ночь-зима, размещены на основании салонки. Почти все эти скульптуры были миниатюрными копиями знаменитых рабок Микеланджело, выполненных для гробницы Меричи. Мастер, по примеру своего великого соотечественника, постарался придать изделию космический смысл. Однако при миниатюрности размеров и специфическом назначении декорируемого предмета, идея чили не превратилась лишь в оригинальную забаву. Он хотел поразить зрителя необычностью замысла и искусностью работы, очаровать изяществом крошечных образов. Аллегорический подтекст становится лишь поводом для демонстрации изобретательности и виртуозности воятеля. Смысл и содержание перестают зависеть один от другого. Когда Челлини, не лишённой иронии, заявлял, что согнутая и прямая нога у Нептуна и Земли обозначает, соответственно, горы и равнины, это могло восприниматься не иначе, как остроумный курьёз. Несмотря на искреннее восхищение гением Микеланджело, стилистический автор во всём следует нормам манеристического искусства. Его земля и море, ведущие непринуждённую беседу, больше напоминают элегантно утончённые фигуры Парамиджана, чем возвышенные образы Высокого Возрождения. Ну вот такое описание к работе Бенвенута Челлини, Солонка короля Франциска I, 1540-1543 год. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Продолжение следует...